Сегодня у нас 19 июня 2024 год. Вот я приехал на саманный домик посмотреть тут. Прополька занимается грядок. Молодец шарик, умница-умница ты наш. Умница наш шарик. Это вот саманный домик. Сейчас посмотрим, чем тут занимаются у нас пропольщики. Вот Игнатий Тихоновичу я дал пропалывать лук. Он уже в конце находится. Вот он лук прополол, одну грядку. Там еще вторая у нас горошая тоже. Вот сестра у нас Лариса пропалывает морковку. Все еще надо будет проходить триммером леской, скашивать. Здесь у меня арбузики растут. Вот на этой грядке меня тоже тут арбузики посажены. Вот на этой. Там вначале где-то были эти капуста, а тут морковка. Вот это арбузики. Игнатий Тихонович уже вручную там пропалывает. Ну что, сестра не устали? Я? Да, вы-то. А то трудоемкая работа-то. Да, ничего, я уже все закончила. Ничего. Не, она вот эта легкая здесь. Она очень редко зашла. И после дождя, то есть, это... У меня, значит, главное, можно было это... И загорела рука. Думаю, что она у меня это? Да, Володя! Взял и снимаешь. Я с тобой это... А я с камерой пришел, я не знаю, что вы там... А что у вас там с рукой-то? Да загорела от солнца. А, от солнца загорела? А, я думал, укусил кто-то. Конечно, съемка. Вот эта морковка, это... Посажен где-то на неделю позже. Вот там первые две, там она повыше будет. Вот, у меня Тихончик тут добрался. Ну, междурядье. Вот, полностью грядку прошел. Ну, какая работа у вас? Слава Богу! Слава Богу, да? Это, видишь, прошел до конца. Все. А эта вот, которая такая непонятная что... Вот, сначала оттуда повернулся. Думаю не дает, ноги не дают. А, думаешь, а есть-то надо? Зимаш просит. Ну, да, согласен. Ну, по милости Божьей. Я подошел, так редко морковка там зашла. Прорежет-то совсем еще. Ну, как зашла уже, что сделать? Можешь сейчас посадить позу. Посадить сейчас позу посеять. Ну, подсе... Можно подсеивать тоже. Ну, где-то, может быть, можно. А вот это пространство-то ничем не занятое? Нет, это я для мотоблока оставил. Ну, вот такая вот. Ну, ладно. Благодарю Богу, что дал-то мне работу сегодня. Да, слава Богу. При деле оказался. Лучок. А сколько здесь лежит? Четыре резка. Сколько расстояния тут? Сто метров надо есть, да? Нету? Я пал на мешке. Так не показалось долго. Если от начала, Иначе Техонович, если он оттуда, где вот трава растет, в начале, в самом, оттуда 62 метра. 62? Да. Ну, вот что. Но она не сначала посажена, а потом поменьше. О, работа много. Слава Богу за веселом. Слава Богу за веселом. Слава Богу за веселом. У меня еще один момент такой. Хотел сейчас выключить. Думаю, покажу. Я где-то месяц, месяц, больше месяца назад достал картошку из ямы, чтобы она могла корица позеленеть и ростки прорасти. Вот опять кроты тут нарыли ямы какие. Губры, вернее. О, даже провалился. Он пошел и провалился сразу. И что у меня получилось. То есть, отвлекались. Город ездили на неделю, ремонтировали. Дом свой там на ползуново. Тут дожди часто идут у нас. С весны начиная. Картошку только сейчас начиная. Хотя люди некоторые уже посадили у нас. Больше все посадили. Кроме меня. И вот так картошка у меня проросла здесь. Я ее лопатой потом поддевал. Вместе с корешками. Она уже там проросла. Как рассада получилась. Вот они корешочки какие. Ну, я здесь это у меня пулицы вывалил всю с подряд. И мелкую вывалил, и крупную. Вот они такие вот хорошие росточки. Понемножку отсюда беру, чтобы корешки не засыхали. И уже сажу. Она уже торчит из ямки вовсе. Вот такие островки у меня. Тоже колорадский жук, смотрю, увидел. Вот он сидит. Уже пригрелся. Красивый, конечно, жук. Полосатик. Но вредный. Ну, все. Вот так вот у нас в этом году все заросшее. Из-за дождей все просто хорошо растет. Да, Шарик? Ну, все. Слава Богу за все. Аллилуйя.